всем привет друзья мы продолжаем играть файл фэнтези 9 на playstation 4 и туманный континент у нас дальше ой знаете вот немножко немножко притормаживает на сонки как идет просадочка fps конечно удивительности консоль достаточно мощная как они так умудрились сделать или это бережно перед перенесены все эти тормоза из playstation 1 либо действительно не тянет консоль дайте немножко здесь по сражаемся потому что нам нужно немного прокачать героев для того чтобы дальше было легче а да и обязательно я поменяю систему боя на пассивный потому что тяжело будет тяжело будет пройти вы для одиночной игры для домашнего варианта что-то можно использовать и активную но все-таки когда играем до записи когда я играю до записи мне тяжело поэтому придется придется поменять не настолько есть силен файл фэнтези чтобы использовать активный режим боя когда обычные враги как бы этому проблемы до промежуточной а вот с боссами я думал там могут быть траву и потому что нужно соображать решать быстро плюс английский перевод запись все это все это будет тяжковато давайте давайте зайдем в меню и конфигурациях установим систему ой подождите так у нас было все выбрано ожидание друзья ну чё-то я тут вообще запарился все сорян даже кстати давайте бустер все-таки устанавливать мы уже больше трех часов на играли а может быть нам стоит подождать все-таки когда нас обучат этим игровым бустером это наверно level and magic стонс макс уровень и магические камни максимально вот это вот ага это функция эту функцию если вы ее включите нельзя будет отключить вы также не будете получать трофеи вот что это интересно я не помню честное слово было ли такое в оригинальной версии на playstation один но в оригинальной файл фэнтези возможно это только именно для четверки сделано тут видите через связано с трофеями может быть пока что не стоит этого делать давайте ладно не затягиваем а то я снова полез в меню как начинаю новое видео так сразу начинается у меня это изучение меню что мне кажется конечно лишнее сорян так чё за белки поддлячим гигант персонажей конечно били и... гарнет слабенький слабенький пуздоров Сдан, конечно, и Штеймер помощнее и проблемно будет с нашей принцессой и магом, пока они не наберут новый уровень. Горят вообще первого левела, вот он отход уже второго, так получше. Ну давайте немного побегаем, поизучаем местность. Вообще нам как бы нужно в пещеру там забегать, но вдруг нам попадется чего-нибудь интересное, да, заодно и, конечно же, нам снова-таки нужно прокачать героев. Вот это другое дело, четвертый левел уже у Зидана. Окей, что это за ворота? Узнаем, видимо, мы после этого сражения. Узнаем, видимо, это за ворота? Сейчас посмотрим, что за ворота. А потом посмотрим обилки. Эй! Ну, пробежал два метра и снова бой. Не дают нам. Изучить в полной мере. Это проход в скале или что оно такое? Сейчас, тут благо гоблины с одного удара побеждаются. Но успели, Зидана, это неплохо потрепать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы и добрались до каких-то ворот. Где мы? Я думаю, это северные ворота. Они лежат между Александрией и Бурмесией. Я думаю, они называются Мелда Арк или что-то такое. Свежие отпечатки. Видимо, ног. И там что-то возвышается. Это флаг. Это военный Александрийский знак. Как смеют они совершать преступления именем Александрии? Я должен нарисовать и казнить их. Давайте-ка выбираться отсюда. Пещеры находятся слева от этой арки. Туда мы и отправимся. Да, видите? Подождите, я думал, сюда можно зайти. Сюда можно зайти, да? Давайте посмотрим, что скажет. Послушать поближе. Давайте послушаем. Даже подслушаем. Я слышу людей. И что-то похожее на металлический шум. Позвать кого-нибудь. Давайте попробуем. Кто-нибудь там? Женский голос. Да. Этот голос. Что это за голос? Какой сексуальный. Приятный голос. Хоп-хоп. Что-то он там размялся. Что ты делаешь в подобном месте? Я продаю лекарства. Ух ты. Это, наверное, здорово. Если хочешь, я могу помочь. Подождите минутку. Я с принцессой Гарнет. Купить немножко лекарства или ничего не делать? Давайте купим. Ты не против продать мне немножко лекарств? Лекарств. Как много лекарств хотите купить? 50 стоит каждая. Ребят, ну, я думаю, нам стоит набрать, потому что... Хотя бы 10. И вы знаете, даже, наверное, на тысячу. 10... Ой, 12 тысяч у нас. Давайте 20. Вот так вот будет достаточно. Все, купили. Ну, все, можно бежать. Лекарства пригодятся. Это 100%. Ну, двигаем дальше по локации. Посмотрим, что тут еще. Сделаем кружок, прокачаем персонажей и потом, конечно же, пещеры. Очень мало, конечно, наносит повреждений Гарнет. Но и уровень у нее низкий. Ну, и она, конечно, все-таки мак. Сейчас нужно будет посмотреть, какие у нее там... Какие у нее есть способности логические. Только не камень, только не камень. Да, у Гарнет белая магия, это лечение, друзья. Это, конечно, здорово. Тут мы можем использовать... Теперь предметы. Полным ходом мы можем использовать полным ходом магию. Давайте их... Давайте ее, в общем-то, ее и применять. Проверим на задание. Полностью, мне кажется, восстанавливает в дороге. Магия Гарнета, это хорошо. Сейчас мы давайте посмотрим, какие у нас есть шмотки. И что мы можем... Какие способности мы можем, в общем-то, активировать. Давайте начнем со способностей. У нас тут можно вызывать Шиву, Одина, Бахамута, Ифрита. А там, это по умолчанию, я смотрю, они уже доступны. Просто нужно нам собирать определенное количество магических очков, чтобы их активировать. Окей, что у нас по новым способностям? Пока что у Гарнет ничего не доступно. Что с Зиданом? Только две старых обилки доступно. Так, вот у Ли ему, по-моему, не устанавливали. Ага, нового ничего у него, к сожалению, не появилось. Штейнер. С нашим товарищем Штейнером все ясно. Так, икульп. О, по, значит, предметам мы можем, допустим, кожаную шляпу надеть на Гарнет. Добавить защиты от магии 6. Неплохо. И врист. Райст. Я, правда, не знаю, как это переводится. Сейчас мы этот момент и глянем. Запястье. В общем, браслет, наверное, на руку. Что он дает нам? Он увеличивает магию Эва и уклонение. Конечно же, мы одеваем. Так, аксессуаров пока что никаких у нас нет. Все остальное, посох и шелковая рубашка нам заменить нечем. У нас, конечно, есть возможность оптимальный вариант выбирать, но всегда лучше установить самому, мне кажется. Ну, а там посмотрим дальше. Давайте смотреть, что у Зидана есть пока что кинжал. Особо тут не разгуляться, друзья. Предметов по минимуму. На текущий момент. Проверить в любом случае мы должны всех. Может быть, что-то подходит одним героем, что-нибудь подходит другим. Не знаю, может быть, оно и не отражается в рюкзаке, когда оно не подходит. Хотя, этот момент нужно еще выяснить. Я думаю, в процессе все это станет нам понятно до конца. Так, статус, ордер. А порядок оставляем, как есть, карты и конфигурации. И все здорово, бежим. По-моему, змеи очень сильные противники. Петоны. Какие-то они толстые. Петоны обычно толстые, длинные. Они, кстати, достаточно простые. Противники убиваются на разу. А, конечно, не коплены. Но и не боссы. Сколько забрали, прозевал я. Так, 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 так. Угарняет немножко здоровья, конечно. Совсем немножко осталось здоровья. Ну, когда левел поднимается, наверное, здоровье восстанавливается. Да, я думаю. Что не будем сейчас заморачиваться, ее лечить, бежим дальше. Смотрим, что тут у нас есть еще интересного. Ой-ой-ой, они атакуются сзади. Надо срочно гарнет использовать белую магию и лечить. И, видимо, все это станет как сзади, но это будет. Нет, Вилли помер. Так, белая магия, давайте лечить гарнет лечи сама сюда. Так, а вот Штейнерам придется применять уже Феникс. Фениксов, кстати, осталось совсем немножко. Вот с этим я, конечно, прозевал. 432 единицы здоровья восстанавливает гарнет. Это, конечно, очень много. Бокс, столько даже нам к 3 единии надо восстанавливать, потому что у нас максимальность 199. Но больше, так-так-так. Дальше все атакуйте, максимум атаки. Кстати, нет, Штейнер теперь у нас, да, самая здоровая. 227. Пока что это самые мощные феникки. Благо они частенько промахиваются. Так, отсюда мы начали свой путь. Давайте тут немножко еще пробежим. Возле реки посмотрим, что к чему. Кстати, можно использовать, в общем-то, автобот, правда? Пусть противники не сильные. Пусть ребята веселятся, чтобы не заморачиваться. Жизнь у нас у всех практически на максимум. Для прокачки, в общем-то, автобой. Отличный вариант. Так, а вот здесь лес, лес. Мне интересно, через лес получится пробежать или же нет? Сейчас, в общем-то, мы не узнаем. В этот момент. В общем-то, пока, как раз. Каник-ка. Продолжение следует... 1,2,3% 1,4% да можно пробежать здорово и куда куда я добегаю я добегаю ребят в тупик конечно ошибку я совершил все окей выбираемся из локации мне кажется мы достаточно прокачали героев я просто припоминаю что в пещерах нас ждет босс вот и чтобы у нас конечно не было потом неприятностей кстати аутобой когда один раз я нажал r2 потом можно ручку до этого уже не трогать и не сами сражаются постоянно каждый раз когда начинается бой этот момент я просто не знаю вот ну а насчет пещер по-моему там будет босс как раз и чтобы у нас не было траблок конечно же стоит как можно больше врагов до этого сражения в общем-то алтобой автобой вот вопрос будут ли персонажи другу галичи потому что я смотрю там убили уже жизни осталось немного ну по блин вообще не проблема да не проблема не конечно когда ребята с нашей команды наносят первыми удары а так и наставь отнюдь монитором забрали очков здоровья атаки достаточно мощные ледяная пещера это должно быть пещеры точнее пиши пещера каверн ну кей вообще-то пещера сейчас мы посмотрим каверн переводится точно каверна что за пред пещера тоже в чем дело веем вы когда-нибудь слышали о ледяных пещерах конечно это это место я думаю да она должна находиться возле дьявольского леса я слышала о них это должно быть прекрасное место покрытая льдом мой дедушка рассказывал мне об этом месте он говорил что пещеры забирают путешественников самое сердце тумана браво мастер виви дедушка мастера виви должно было должно быть был сковор сейчас точный перевод слова сковор должно быть был ученым человеком или исследователем мы должны благодарить его за то что мы убежали от тумана мой дедушка научил меня многим вещам но его больше нет с нами простите меня не переживай об этом ну чтож почему нам не отправиться внутрь ледяные пещеры ох какое прекрасное место увидеть пещеры вживую гораздо интереснее чем читать о них о как замечательно любопытно что это за эти цветов принцесса пожалуйста не трогайте ничего может быть продолжим двигаться я здесь замерзаю получим тем что за туман ну и вот эти вот ребята посерьезнее будут ну пока я папу по крайней мере визуально так алтоголь но это пока что алтоголь а там какой-то прием он применил называется переключение очков здоровья молния глаза какие-то грустные 24 единицы здоровья ну пара уже как бы и подлечить что у нас на это скажет автопед может быть карнет изменился лечением так главное чтоб молния не ударила нет не хотят лечить ну в общем то я подозревал что так будет что они только атакуют в автобое сейчас мы сами подлечим через меню кстати что такое панацея давайте глянем в описании наверное тоже лечение а ну-ка давайте применим на мере это не то что то давайте тогда стандарт лечения лечим виви максимум здоровья да она тоже да всех давайте подлечим конечно magic points у нас нравится с катастрофичной скоростью но тем не менее тем не менее у нас все здоровы на 100% давайте двигать дальше думаю сейчас они восстановятся в процессе путешествия если нет у нас всегда есть в запасе различные микстурки применим их и магические очки интернет будут восстановлены так зидан атака штейнер атака виви будет магию применим интернет белая магия только лечения у нас кстати нужно было подпоглядить может быть там нужно было какие-то установить ей обилки вот этот момент я кстати упустил у нас есть у нас есть что у нас есть и ничего нет тоже тихо почему-то у мастера или у нашего мага обилок пока что нет двигаем дальше чуть чё пишут в обратную сторону не от этого делать нужно было ран налево-направо как нам попасть вниз вот туда к ящику наверное а вижу вижу там нужно обойти единую этот выступ ну то что у нас произошел бой ребят это только нам на руку я думаю все вы прекрасно понимаете что в рпг без этого никуда нет вернет ой вернет зидан у него самая мощная атака или попробуем против сна чего-нибудь использовать ну наверно может быть игра на декабрь и не знаю честно что от снова нам помогает я могу не помогает от сна а жаль потратили бы никуда наверно после боя да он проснется а его в разбитую атаку тоже неплохо и так сойдет главная победа ну вообще я считаю конечно что хоть было главная победа хотел сказать глава я считаю что вообще главное именно победа а не участие я такого мнения придерживаюсь просто есть фраза главного части него не победа но нет друзья я считаю что бессмысленно участвовать если ты не рассчитываешь на победу побеждать нужно всегда по-другому никак так убегаем получаем зелье что у нас там на право очень меня очень интересует что у нас право и я не вижу чтобы там был какой-то выход но вдруг там чего нибудь интересного мы найдем так что нужно подбежать а и 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 Ух ты, я знал, что тут что-то будет. Возможно, тут есть еще подобные стены. Я рассчитываю на тебя, Виви. Конечно. Так, теперь, а, тут все-таки у нас сюрприз. Ну, теперь можно со спокойной, с чистой совестью, так сказать, бежать вперед. Ммм, вопрос вот, как только вниз туда попасть. О, восклицательный знак. Ну, теперь мы можем и спуститься. Мэйдж Мэйшер. Что оно такое? Так, нет, нет, не предметы, а именно наше вооружение. Может быть, предмет все-таки это я подобрал? Ага, вот Мэйдж Мэйшер, это у нас какой-то кинжал. Или меч. Давайте его попробуем тогда применить, конечно же, Зидану или Штейнеру. Сейчас мы проверим. Угу. Мэйдж Мэйшер позволяет нам атаку увеличивать на 2 единицы мощность атаки. 14 вместо 12 применяем. Так, давайте попробуем еще и Штейнеру что-нибудь вооружить. Может быть, вместо его меча может быть кинжал? Нет, нет, друзья. А вот, кстати, у нас есть бронзовый шлем и Раббр Хельм. Какой-то резиновый шлем. Ну и резиновый шлем ерунда. получается. Не знаю, когда мы успели подобрать эту бездевушку. Ну, здорово то, что мы, конечно же, установили Зидану новое оружие. Тут нам... Ага. Что это такое? Тут нам тоже понадобится помощь Виви. Получили эликсир. Здесь вот... Нет, здесь взаимодействовать не получается. Мы когда в туман, да, забегаем, тогда у нас начинается бой. Так просто, если мы бегаем по этой локации, ничего не происходит. Но мне кажется, что нам просто необходимо забегать в туман и сражаться. Таким образом, мы прокачиваем персонажем. Если мы, соответственно, в туман не попадаем, у нас прокачка не идет. Ой, блин, нужно было магию использовать. Я поторопился. Сейчас он молнию носопадку, и ты кого? И, конечно же, Динью выбрал. Нанес ему сильную атаку. Сильное поражение. Что я горожу. Ну, Штейнер там справляется со своей задачей на ура. Опыта немного осталось, и будет новый уровень у Гарнет. Феникс. Обязательно, обязательно нам пригодится. Как вот туда попасть? Вопрос. Ага. Наверное, вот этот ход как раз туда и ведет. Кожаная что-то там. Давайте посмотрим этот предмет. Ага, кожаный браслет. Ну, давайте начнем с Гарнет. Что-нибудь улучшит ее состояние. Дам. Друзья, дух у нее будет 18 повышен. Уклонение к 7 и магия Эва. Давайте, давайте применим. Вот. А тот браслет, который был надет на ней, попробуем надеть, может быть, на виде. В виде у нас голодране, без браслета. Устанавливаем. Устанавливаем. druvas定. Уижение. У болезни, лечить мы не можем. Давайте применим, а не применим предмет. Вот этот эйзер. По-моему. Ну, как раз это и восстанавливает очки магии. Неплохо. Сейчас у Гарнет будет новый уровень. Или что? А, ну да, конечно. Вот у нас получается экспириенс. Верхняя строка показывает общее количество опыта, а нижняя, сколько нам осталось опыта насобирать до следующего уровня. Вот такая вот история. Сейчас я хочу просто посмотреть. Ну да, все у нас игроки шестого уровня. Приблизительно одинаковое количество у них остается опыта до следующего. Оно выравнивается, даже если до этого были первого уровня и там пятого игроки, то выравнивается здесь. Неплохо. Забой у опыта получено 22, но все, продолжаем. Так, тут у нас нет. Ну, лишним бой не будет. Тем более, сейчас, если Лизидан будет наносить атаку первым, то с одного удара. С одного удара они не оберегают непобеду, к сожалению. И немного потрачено жизни у Гарнета. Штейнер, прикрыл. Так, давайте сейчас зайдем в опции. Восстановим очки магии у Гарнет и восстановим здоровье. Восстановленные очки магии. А теперь... Как нам лучше поступить? Наверное, используя способность Гарнет, мы вылечим Зидану. Ой, Штейнером. Так, всех, наверное, лечим. Нормально. Что-нибудь новое вооружить? Нет. Окей, тогда продолжаем. Тут у нас, видите, как налево свободный маршрут, а направо прям все туманом. Ой-ой-ой, друзья. Да, нужно было немножко не сюда идти. Нужно было обязательно сбегать налево. Виви, поторопись. Не отставай. Я иду. Да. О, нет. О, нет, действительно, он замерз. Мастер Виви, вы в порядке. Что-то они все померзли, походу. Эй, Расти. С тобой все в порядке? Что с вами произошло, ребят? Эй, Расти, двигайся или... Сюда не замерзут. Эй, вставай. Это бесполезно. Что-то все повалились. О, нет, Гарнет, только не ты. Блин, ну чего я налево не сбегал там? Гарнет. Ой, она холодная. Да и ты сейчас, наверное. Ох, блин. Я падаю в сон. Или я погружаю в сон? Что это за звук? Он слышен оттуда. Кто-то там. Так, друзья, давайте, первым делом, взаимодействие у нас не получается. Можно ли назад вернуться? Можно. Обязательно хочу я сходить налево. Ну. Ух ты. И что это такое? Друзья, это замерзший мугл. И штука какая, так как у нас замерз и Виви, Мы не сможем, не сможем с ним взаимодействовать. Вот так я по глупости свернул не в ту сторону, на развилке. Ну окей. Идти там остается только вперед. Не, ну, кстати, в здесь мы можем спрыгнуть, да? Давайте, давайте спустимся. Вот, вот здесь вот, видать, у нас секрет. Хотя восклицательный знак не появляется. Так, с ребятами взаимодействовать не получается. Да ну, залазь ты наверх, что ты творишь. Остается нам идти только вперед. Почему ты не уснул? Ты должен уже умереть. Ага, это ты, кто кастует эту ма... молнию. Причем молния, правда, непонятно. Причем какой-то ветер, все-таки холодный. Хе-хе-хе. Это так. Ну, одному с ним сразиться, наверное, будет тяжело. Здесь вот я... Начинаю переживать. Возможно, нужно было, конечно, побольше побегать по этой локации. Пофильнее прокачать персонажа. Ну, посмотрим. Гуганский какой-то... Короче, он призывает какого-то... Гляньте там, но это громадная какая-то дрянь. Селёный. Крылом атаку он наносит. Давайте. Кого колбить? Этого здорового или... Или же этого, который кастунет. Здорового. Тут вопрос остается открытым. Молния будет атаковать. Ты не можешь... А, он его лечит. Друзья, давай, тогда мы атакуем, конечно же, этого черного мага. Долго-долго, конечно, восстанавливаться. Огнем он будет сейчас атаковать. Но одному тяжело. Конечно же, одному тяжело противостоять двум противникам. Ага, он... Ага, силён. Убей его для меня. Отлично. Мах повержен. Теперь он не сможет восстанавливать здоровье этого здорового мутанта. Сейчас нам будет полегче. Молния ему такую сколько скинет? 32. Ну, нормально. Как только до сотни упадёт, будем лечиться. Пока что атакуем. Было бы неплохо, конечно бы, если бы транс проявился у Зидана, но не хватает. У нас пока что, видите, немного. Так, атака, следующая лечилка. Жёлтым у него стало, видите, сердцевина эта круглая. Близзара. Близзара это мощная какая-то молния. 56. Друзья, быстренько применяем поушин. Ольё, он крылом сразу не пьёт. Вот это было очень-очень плохо. Ну, а мы погружаемся в транс, но сначала будет было неплохо подлечиться. Да, правильно используем зелье. А вот теперь будем использовать атаку транса. Атака транса. Прикольно звучит. Это что ж за атака такая? Нападают трансы. И происходит беда. Вот будем применять какое-то безумное пламя. Тайду. Не бесконечно. Или пламя прибоя. 196. Отлично. Там очень мощная атака. Очень здорово. Это победа. Высшее зелье и феникс получаем. Неплохо. И теперь я думаю мы сможем, да, спасти? Вы победили номер один. Но номер два и номер три. Реклейм за принцесс. Это что значит? Захватили принцессу? Истребовать. Что тут за переводчик в гугле? Мы будем считать, что похитили. Кто здесь? Эх, какая разница. Я должен вернуться назад и проверить своих друзей. О, ребятам полегчало. Зидан! Ну, слава богу, все очухались. Эй, там все в порядке. Эй ты, что только что произошло? Да ничего серьезного. Ты что-то от нас скрываешь? Да ничего не произошло, слышь меня. Ты. Не трогал принцессу. Правда ведь? Ты вообще о чем меня спрашиваешь? Штейнер, да он сказал, ничего не произошло. Почему ты такой занудливый? Мои извинения, принцесса. Ну что ж, я рада, что все в порядке. Может быть мы и продолжим наше путешествие. Зидан? Что-то тебя беспокоит? Нет, ничего. Я помню, когда я еще играл на первой сонке, мне очень хотелось, чтобы бегали все четыре персонажа. Ну, то есть у нас команда, а один игрок отображается. Вот, сейчас в современных играх, конечно, сделано так, что бегут несколько. Ну, и во многих других финал, как бежал не один персонаж, а вся команда, которая, вот, участвует, в общем-то, в приключении. Ну, там четыре человека, да, или, ну, все, конечно, там десять, я вот помню, в двенадцатой там персонажей было миллион. Вот, они, конечно, все там не двигались, но, тем не менее, какие-то, то есть, бежали. Это было прикольно сделано. Вот, жалко, конечно, что здесь не все четыре. Не знаю, почему было так применено. Возможно, не тянула приставка, там, когда ты передвигаешь сразу четырех. Возможно, просто не знали, как это реализовать. Ну, в общем-то, один персонаж бежит в кат-сценках у нас все четыре. Так, что это такое? Жарко, жарко, жарко. Ах, вы негодяи. О, я могу снова двигаться? Спасибо. Обучи меня, Мокстер, урок второй. Ой, я надеюсь, тут много не будет обучения. Эй, бро, чему научишь меня сегодня? Много новому я тебя обучу. Сегодня будет еще одна интересная лекция. Так, статус эффекты. Знаете как, я не буду, наверное, переводить. Я быстренько сочетаю все, что тут, ну, сам для себя. То есть, гляжу и мы продолжим. Или же все-таки давайте по-быстрому. Я просто не буду сильно вдаваться в подробности. Буду переводить по-быстрому. Есть хорошие статус эффекты и плохие статус эффекты. Давайте разберем сначала плохие статусные эффекты. Такие статусные эффекты, ну, эффекты статуса будут исчезать после окончания боя. Confuse. Ты теряешь контроль над своим персонажем. Берсерк. Вся сила понижается, персонаж может только атаковать. Стоп. Персонаж не может двигаться. Poison. Это яд. Очки здоровья постепенно снижаются. Sleep. Сон. Персонаж погружается в сон и не может двигаться. Slow. Медленно. ATB. Прошу прощения, вот это, когда не могу перевести, сорян, буду стараться не произносить этот ужасный звук. Шкала, в общем, ATB наполняется очень медленно. Плохие эффекты. Два. Hit. Ужасный огонь приводит к нокауту, если персонаж совершает какие-нибудь действия. Freeze. Заморозка. Персонаж замораживается и также получает нокаут, если физически атакует. Если физически атакован. Мини. Персонаж становится мелким, что понижает его боевую мощь и защиту. И есть очень плохие статусные эффекты, которые никуда не пропадают после окончания сражения. Эти эффекты отображаются в главном меню. Очень плохие эффекты статуса один. Petrify. Кстати, вот это слово, всегда интересно мне было, как оно переводится. Ну, когда-то я переводил, такие, ну, необычные слова, редко они вообще где-то встречаются. И, конечно же, они... Ну, ты их не употребляешь, а они не задерживаются в голове. Petrify – это окаменение, друзья. Или остолбенение. Персонаж окаменевает и не может двигаться. Venom. Есть ли у этого вообще слово в перевод? Яд. Слобо. Очки здоровья и магии максимально понижаются, и персонаж не может двигаться. Вирус. Персонаж не может получать очки опыта и... Action Points. Потому что его повышение заморожено. Silence. Тишина. Персонаж не может использовать магию. Очень плохие эффекты... 2. Тьма. Зрение персонажа затуманено. И, соответственно, понижается его... Атака максимально понижается. Трабл. Неприятности. Или беда. Атака на персонажа... Полученная атака персонажем передаётся на других членов команды. Зомби. Когда, в общем, вы получаете статус зомби, предметы лечения и магии наносят повреждения персонажа. Окей, достаточно о плохих статусах. Давайте о хороших. Хороший статусный эффект один. Auto-life. Персонаж автоматически выходит из нокаута. Один раз за сражение. Рэгген. Очки здоровья постоянно восстанавливаются. Haste. ATB. Так, сейчас хочу написать, что такое хейст. Поспешность. Торопливость, пешка, скорость. Ну, графа ATB постоянно наполняется быстрее. Флот. Это что-то летать у нас тут. Плавок. Флот переводится. Плавающий. Ага. Ну, или все-таки полет. Персонаж у нас, получается, парит. Вот, наверное, правильное будет слово. И не получает атаки, которые наносят с земли. Хорошие статусные эффекты два. Shell. Ну, ракушка или облачка с Damage for Magic Attacks Decrease. Повреждения от магии понижаются. Протект. Защита. Атаки, точнее, повреждения от физических атак понижаются. Вениш. Исчезновение. Персонаж исчезает и не может получать повреждения от физических атак. Но он может получать повреждения от магических атак. Рефлект. Отражение. Магия отображает... Ну, рикошетит назад в противника, который кастует. Некоторая магия не может быть отражена. Согласно, в общем, этим статусам... Ну, вся. Согласно этому, есть статусы, которые известны как Doom. Ну, это... Прокляйки, рок и... Что такое Gradually Petrify? Сейчас мы переведем. Потому что, ну, что-то вообще придумали они. Petrify. Petrify. Постепенно окаменение. Помните о том, что если вся ваша команда будет в нокауте, в стопе, или Petrify, или веном, в течение сражения, то вы будете получить геймлор. Также вы не получите опыт или очки Action Points, if you still are on the KO, Petrify, вирус или зомби. Когда, в общем, битва заканчивается, если вы вырубили в состоянии окаменения, вируса или зомби, вы тоже не получите эти очки. Elemental Properties. Я вообще не знаю, что это такое. У нас есть 8 главных элементов. А, вот что это такое. Огонь, дед, молния, земля, вода, ветер, святой, дух, я имею в виду, и тень. Если вы правильно используете данные элементы, то атаки и защита становятся гораздо проще. Но ваши враги также могут применять эти элементы. Чтобы применять их правильно, вы должны понять природу врага. Огонь очень эффективен против ледяных монстров. Лед эффективен против насекомых, больших врагов, против огненных и монстров типа драконов. Молния эффективна против врагов, приближенных к воде или возле воды. Земля эффективна против летающих монстров. Вода эффективна против огненных монстров. Ветер эффективен против летающих монстров, как и земля получается. Холис, святой дух, святой дух. Против темных монстров эффективны и тень эффективна против святых монстров. Вот это, кстати, ссылочка очень классная. То есть вот это вот основа, можно сказать, всех боев, особенно против боссов. Я даже, знаете, что сделаю? Я так сразу не запомню, и где это искать не знаю. Ну, то есть придется нам долго искать. Я сделаю следующее. Я зафоткаю сейчас, друзья, это дело, чтобы потом... Долго мне не искать. Все, фоточка сделана. Шикарно. Продолжаем. Также есть безэлементные пропорти. Пропорти, слово. Безэлементное свойство. Которое, в общем-то, не попадает ни под какие элементы. Все это, на самом деле, очень просто, как только ты в этом разберешься. Окей. О, кстати, о карточной игре, друзья. То, что я не мог разобраться, вот теперь, пожалуйста, есть у нас правило. Официальное название игры, карточной, в Final Fantasy IX, называется Tetra Master. Многие люди во всем мире играют в Tetra Master. Единственная возможность узнать, кто играет в эту игру, то есть победитель. Tetra Master игроки никогда не отказываются от сражения. Чтобы сразиться с людьми, просто подходите к ним и нажимайте квадрат. Если вы попробуете вызвать на поединок персону, которая не игрок, скорее всего, вы просто с ним будете разговаривать. Ну, давайте перейдем к базовым правилам. Правило Tetra Master правила НР1. Выберите 5 карт для того, чтобы начать игру. Правило номер 2. Положите вашу карту возле карты оппонента. Если стрелка на вашей карте указывает на карту оппонента, вы можете выиграть его или ее карту. Tetra Master правила 3. Продолжение следует... Если стрелка на вашей карте показывает на стрелку вашего оппонента, тогда начинается сражение. Ага, вот какая штука. Если ваша карта побеждает карточное сражение, вы выигрываете карту оппонента. Если ваша карта проигрывает карта сражения, оппонент выигрывает вашу карту. Tetra Master правила 4. Интересно, Tetra Master как-нибудь переводится? А ну-ка. Вдруг... Нет, Tetra Master не переводится. Или Master Tetra. Тут мне Google подсказывает. Ну окей, Google переводчик. Ага, если возле вашей карты оказалось 2 карты оппонента, вы можете выбрать ту карту, которую вы хотите атаковать. Окей. Tetra Master правила 5. Игра заканчивается, когда все карты разыграны, и персона, у которой больше всего карт, победитель. Tetra Master правила 6. Победитель забирает карту или карты проигравшего. Tetra Master имеет и другие правила, но мы сейчас не будем зацикливаться на них. Попытайтесь выяснить их сами в процессе игры. Ну что ж, немного мы получили еще интересной информации, которая нам, в общем-то, облегчит пребывание в мире этой игры. Брат, ты знаешь много? Да, я знаю. Ну что ж, обучение пройдено. Засейвиться можно вы за этого товарища? Да. Давайте сейвимся и продолжаем. Засейвиться можно вы зацикливать. Засейвиться можно вы зацикливать. Хотел бы тут возле фонтана, возле водопада фонтана, походить, но ничего не оказалось. Было мне любопытно, может быть, он может там зайти Бобби по колено, что-нибудь интересного обнаружить, но нет. Ставлю автобой. Вроде бы простые, какие-нибудь. Атака головой 30. Засейвиться не забрать. И здоровья. Ну такое. Что-то я у Зидана отдал. Надо, наверное, его подлечить будет. Не, а вот обои чуть-то не совсем правильно проходят. Надо переходить в очень вручную режим. Продолжение следует... Игилы тут неплохо, кстати, зарабатываются. Так, давайте подлечим. Билка, гарнет, использовать лечение. Зидана мы должны принести в чувство. У всех остальных вроде бы еще достаточно большой запас здоровья. Двигаем дальше. Ура, мы выбрались из пещеры. Мы выбрались из тумана. Ох, солнышко, чувствуется великолепно. Посмотрите, там деревня. Я думаю, мы здесь были ранее. Похоже, ты был везде, Зидан. Я была в других местах и мирах, только на страницах книг. Давайте отправимся и посетим ту деревушку. Эй, подожди секунду. Ты принцесса, ты не можешь просто туда зайти? Люди ищут тебя. Тебе нужна новая внешность. Невероятный дурень. Принцессе нет необходимости прятаться. Кроме того, мы отправляемся назад в замок. И ты оставишь ее в покое. И ты будешь обращаться к ней, как принцесса с этого момента. Ты жалкий крестьянин. Эх ты, ржавчина. Почему тебе бы просто не замолчать? Кто ты думаешь, ты такой? Я не принимаю приказы от придурков, подобных тебе. Эй, ребята. Так, а ну-ка, быстро вы двое остановитесь. Штейнер. Я не собираюсь возвращаться в замок. Зидан, как это называется? Это называется кинжал. Все ножи подобной длины называются кинжалы. Короткие мечи, немного длинней. Большие мечи. Держатся двумя руками. Называется broadsword. Я не знаю, как broadsword переводится. Давайте попробуем, если этому слову перевод узнать. Палаш. Ага. Широкий мой меч. Broadsword. Окей, я поняла теперь. Он хотел ей рассказать еще больше, но она его прервала. Так, значит, называется кинжал. Принцесса, это оружие. Пожалуйста, будьте осторожны. Я решила. С этого момента меня зовут... Кинжал. Деггер. Так и оставляю. Подойдет. Теперь меня будут назвать Деггер. Что ты скажешь, Зидан? Я думаю, это нормально. Подойдет. Окей, Деггер. Ну, кинжал. Деггер. Буду так называть Деггеры. Поработаем на твоей речи. Попробую звучать более казуально. Как я. Я попробую. Нет, 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 нет. Что скажет Вивина это? Просто скажи. Alright. Хорошо. Alrighty. О, я думаю, ты и с этим справишься. Отлично. Отправляемся. Так, окей. Глянуть немного вперед. Под 45, если камеру повернуть, так виднее получается, куда нам бежать. Вот таким образом. Так вот как-то менее, ну, меньше прорисовка. Кстати, хочу вот на вот эту вот скалу сейчас попробовать взобраться, что там будет. Ну и, соответственно, в деревушку. Ой-ой-ой. Что-то монстр какой-то великоватый нам тут встретился. Так, сюда, натака. Виде? Черная магия. Давай огнем его. Да, ну, видим, магия убьет конкретно. Не оставляет шансов противникам. Противникам. Неизвестная локация. Ну, давайте посмотрим, что тут к чему. И снова замечательная композиция. Можно войти в этот дом. Так, а кто это у нас такой? О, мое кофе пахнет превосходно. Деликатес. Какая-то моделька тут продается. Сетчер Шип. Пятый корабль-театр. Построена моделька вот эта вот, которая парит в воздухе в честь пятого театра корабля. Я купил эту модельку на аукционе в Трене. В эти деньки у меня были деньги, которые я мог тратить. Чего я на самом деле хотел, это было немножко редкого кофе. У моих друзей был подобный корабль, но они потеряли его в случайном... Ну, в случайном инциденте. Я дам его тебе, если ты принесешь мне немного редкого кофе. Серьезно? Я не вру. Давай посмотрим. Я хочу попробовать бурман, кирман и мокко-кофе. Если ты найдешь их всех, принеси их мне. Понятно. А давайте, может, попробуем его в картишке обыграть. У меня есть немного свободного времени. Хотите ли... Хочешь... Хотел... Не хотел ли... Не хотел ли ты сразиться со мной в карты? Ну, я тебе признаюсь, я не очень хорош в этом. Но согласился. Так, будет у меня пять карт? Будет. Давайте гоблин, клык, скелетон, флан и аэронайт. Так, а у флана есть перевод? Мне вот интересно. Нет, у флана нет. Хотя, флан или открытый пирог. Или просто пирог с... Короче, так, что флан, вот эта желейка, как назвала ее Анюка в первом видео. Переводится как пирог. Ну, окей. Так, чего мы будем делать? Я думаю, мы начнем с атаки сразу. Ой-ой-ой. Как-то лихо получилось. Меня атаковали и сразу забрали... Три карты. Ну... И тут, друзья, смотрите, удалось мне победить. Три карты отвоевана. Теперь, наверное, придется... Придется вот этим товарищам атаковать. Вот с угла. Блин, гектрюги. Чего делать? Ну, наверное, только вот сюда придется этого флана ставить. А, и он оказался достаточно сильным, друзья. По-моему, это победа. Наконец-то. Это первая победа у меня. Ну, из трех игр, как бы, вроде я доволен результатом, но в тот же момент мы еще не закончили. Видите? Ну, вот сюда, наверное, ставлю. И надеюсь на то, что мы не проиграем. Да, победа. У него, получается, просто на этой нижней карте, которую он в левом углу оставил, у него нет стрелки вверх и вправо. То есть, как бы... Фу, я рад. Я очень доволен. Если тоже вы довольны, поддержите меня лайком. Плиз. Какую карту заберем? Вот это, по-моему, была очень мощная карта. Да и скелет такой достаточно крутой. А вот, посмотрите, во все направления, обязательно, вот ее мы и получаем. Лизардмен. Человек-ящерица. Крутяк. Играть рематч... Нет, друзья, рематч играть мы не будем, потому что чувствую я, что может нас дедушка и нажухать. Знаете, как вот в бильярде бывает? Первый раз поддаются, а потом оказывается, что они там профессиональные игроки и все партии потом всухую. То же самое, дедуля может нас пытаться обмануть. 135 гилл, найдено. Неплохо. На ровном месте. Давайте поднимемся наверх. Красивое местечко. Что это такое? Зидан будет спрашивать постоянно, что это такое. Видимо, ответ мы не услышим. Ну, может быть, мы еще сюда вернемся. Я, честно говоря, не помню. О, вот смотрите, кстати, припрятан тут сундучок. High Potion. Подобрано. Замечательно. Отправляемся в деревушку. Какие-то вот символы на земле. Ветряная мельница. Виви. И я, наверное, в этом направлении? Чё-то Виви занервничал. Ой. А, он говорит, что нам не в этом направлении. А Виви говорит, ну я хочу посмотреть ветряную мельницу. Понятно. Ну, давай, наверное, сначала немного отдохнем. И также нам необходимо определиться, что нам делать дальше. Ты это видел? Конечно, видел. Деревня Дали. Спите на работе? Ой-ой, простите. Я понимаю, что она милая, но не могли бы вы не таращиться. Ой, я не смотрел на молодую даму. Я просто... Комната вот там. Чувствуете себя как дома. Кинжал. А, точнее, это Кинжал говорит нам. Ну, Дэвид. Зидан. Где я останусь? Да, конечно же, со мной в комнате. В той же самой комнате, конечно. Где еще? Но Зидан. Я не должна. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. Зидан сейчас по ушам ей проедет. Красавчик. Но в этих... Отелях, назовем это так. Нет приватных комнат. Только общие. Ха. А это ваш затрус... Затряс... Затрясло. А ну, рыцарей. Скажи мне, пожалуйста, одну вещь до того, как мы уляжемся спать. Почему ты хотела покинуть замок? Если бы корабль-театр не разбился... Мы бы прибыли... Ну, он бы прибыл в соседнее... В соседний регион Линблю. Ты бы покинула Александрию. Понятно. Если бы ты не была поймана, мы бы достигли Линблюма уже. Но теперь нам предстоит пересечь южные ворота пешком. Пересечение границы? Зинан, пожалуйста, послушай. Есть причина, по которой я должна покинуть это королевство. Я не могу сказать тебе почему. Но, пожалуйста. Я понимаю. Я доставлю тебя в Линблюм как-нибудь. Так, я достаточно услышал. Принцесса, вы не можете доверять ни слову этого вора. Он, возможно, вас подвергнет еще большей опасности, как он это сделал в дьявольском лесу. Я вас умоляю, принцесса. Пожалуйста, давайте вернемся в замок вместе со мной. Я знаю, что я подвел вас в дьявольском лесу. Но теперь нет никаких... Злых мыслей в моей голове. Я буду защищать Деггер своей жизнью. Да не будь смешон. Это я, кто защищаю принцессу сейчас и навсегда. Тогда скажи мне, пожалуйста, как ты собираешься вернуть ее назад в замок? Я подумаю об этом по пути. А тем временем Виви понял, что нужно уже ложиться и спать. Пока они там ругаются, он занялся самым верным делом. Мастер Виви? Он устал. Но тебе нужно вот это вот устроить целую тирану. Чего? Давайте все ложатся спать. Какой прекрасный голос. Кто это поет? Я никогда не слышал подобной песни, подобной этой. Это пела Деггер? Ой, все уже проснулись. Интересно, куда они отправились? Ну, у нас тут есть возможность активировать Active Time Event. Друзья, давайте мы уже продолжим в следующем видео узнавать, что будет происходить в этой потрясающей истории. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Для вас игра Андрей Броскей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok